Добрый день, дорогие друзья! Находимся с вами в Абхазии и мы сейчас сделаем обзор на номер Сухуми, в котором мы отдыхали. Номер для того, чтобы снять его, вы сейчас, надеюсь, увидите на экране, если нет, ищите в комментариях. Просто не все соцсети пропускают видео с номером телефона. Нам предоставили его абсолютно бесплатно, по ценникам же для вас вы можете уточнить непосредственно у Джульетты по телефону. Мы вам благодарны, Джульетта, Заур, то есть и вообще все, кто нас душой встречает в Абхазии, это просто лайк, великолепие и развенчивание всех мифов, которые мы когда-либо слышали. Потому что кто-то где-то чего-то испугался, недопонял, а на самом деле здесь очень душевные люди и на самом деле это и есть страна души. Ну, не будем отвлекаться, обзор номера Сухум, Кадорское шоссе 18, это вот рядышком многоэтажечка находится, то есть с этим домом. Что важно отметить, что номер подходит для кругогодичного проживания, потому что здесь теплый пол, работает подогрев, нам было очень тепло, если будет не хватать, можете включить сплит-систему. Две кровати, одна двуспальная, одна односпальная, здесь просто невероятно много места, то есть можно танцевать, можно было еще поставить одну кровать. Холодильник, телевизор, как я сказал, кондиционер, комод, нам предоставили полотенца, простыни там, простельки были заправлены, дополнительные одеялки были, тумбочка, стульчики, то есть все есть. Вот такие вот места хранения, как шкафчики без закрывашек, вообще исполнено, все изумительно, мне очень понравилось здесь спать, особенно птички с утра так пели. Кухонька, да, двухкомпорочная плита, чайник, вытяжка, стаканчики, то, что вам надо, все приборы здесь имеются. Санузел, я думаю, что важно, кстати, очень комфортно ходить по полу, мы протестировали, напор воды был хороший, то есть все отлично, ребят, поддержите лайком. Здесь у нас раковина и туалет, и бойлер, тоже большущий, нам с Ярославом, мы моемся как дельфины, мы любим море, поэтому нам хватило на себе проверили, то есть на двоих человек. Прям с головы. Выходим, здесь имеется стиральная машинка, кстати, я не уточнял, она как-то входит, не входит, и вот буквально Кадорское шоссе, и за ним находится море. С правой стороны от нас Дендрарий, дорогие мои, то есть вы можете выходить и гулять просто по территории, вообще круто. Вот так вот наискосок там находится знаменитый Мокопляж, и вот здесь проход через шоссе, и вы вышли сразу же на море, на пляж, то есть все рядом. Рядышком протекает речка, снизу находится, смотрите, место для того, чтобы вы могли посидеть, покушать шашлычок, это все заплетается виноградиком, и там есть освещение и раковины рядом с ним, то есть бегать в номер вам не придется, спустились, все. Мы отдыхали на третьем этаже, машинка у нас стояла вот здесь вот, там подсветка и камера, то есть никаких проблем не было. Здесь рядом многоэтажки, какое-то советское заброшенное здание, все, зелень утопает, все выглядит просто фантастически. В общем, Джульетте и Зауре еще раз спасибо, нам было здесь классно, мы спались просто, наверное, лучшее из всего того, что было. Здесь мы спали просто по пене птиц, шоссе молчало, все было великолепно. Друзья, если вы отдыхали в Сухуми, советуйте ребятам куда сходить. Ну мы вчера были на набережной, получили дикое удовольствие от того, что прогулялись, это было очень классно. Отсюда виден наш домик, мы проходим сюда до дороги и сейчас покажу вам, докуда на пляж здесь идти. Где-то вот вам, пожалуйста, магазин, прямо находится в доме, рядышком с нами. Где-то здесь рыночек нам сказали, вот здесь прямо проходите и рынок будет. Но мы туда не ходили, нам как бы особо интересно. И самое главное для нас пока попасть на море. О, пожалуйста, еще один магазин. То есть с магазинами проблем здесь вообще никаких нет. Здесь через дорогу есть подземный пешеходный переход. Я честно не знаю, будет ли у нас там сейчас все симпатично. А, мы там не пройдем, он затоплен, короче. Там вода стоит. Вот нам что и сказали, то есть сейчас культурно не пройти, потому что вода стоит. Ладно, значит через пешеходный не пройдем, будем пробираться через трассу. Но я уверен, что у нас тоже получится. Здесь кафешка, в летний период она работает, нам сказали, тоже можно прийти что-то перекусить. Ну а сейчас нам надо сделать хвост конем и перебраться через оживленные шоссе. Она была очень далеко. Вот так, видите, чуть подтопила. Жалко вот тут бы... А, может быть, я уверен, что была система водоотведения. Просто она, наверное, забилась течением времени. Ну и здесь тропинка. Вообще в ту сторону проходите, и там нормальный переход есть и к Мокопляжу. Как раз таки мы показываем именно кратчайший путь, которым можно пройти до пляжа. Я думаю, что это тоже будет прям интересно. Сразу бац, трассы прошли, опять лес. Мне так нравится вот именно эта фишка в Абхазии, то что куда не пойдешь, везде лес, лес, лес. Все очень хорошо растет за счет того, что как раз таки очень много влаги. А сегодня нам наконец-то фартануло, и у нас нету дождя. Для нас это, наверное, самое важное, что может происходить в нашей жизни. Потому что три дня дождя, я не думал, что такое бывает. Потому что у нас в Анапе не бывает таких долгих дождей, ну, по крайней мере, я не помню на свою память. Чтоб три дня ты днем и ночью идет, и идет, и идет. Кстати, это функционирующая железная дорога. Будете переходить, будьте внимательны. Ну, как она красиво смотрит. Слушай, прям так зеленая. У нас такого нету. Деревянные шпалы. Класс. Я вот больше всего удивляюсь, я всегда думал, что в Абхазии вот оно каменные пляжи. Ребята, вот это да! Охренеть! Я прошу прощения за мой французский. Раньше здесь была ЖД-станция, я так понимаю, либо, наверное, пригородные поезда. Может, нам было доехать до этого. Посмотрите, какая территория пляжа. Я не думаю, что там столько отдыхающих, которые заполняют полностью этот пляж. И он песчаный. Все, моречка успокаивается. У него сразу такой цвет становится. Реально классный. Хоть бы больше дожди не пришли. Они уже... Ребят, очень мягкий песок. Посмотрите, просто посмотрите. Там лес, дендрари, и здесь какая красота. Пушка. Так, друзья, посмотрите, вот так песочек выглядит. То есть, я даже не могу сказать, что это за фракция. То есть, обычно понятно. Здесь вот какой-то вот песок, просто песок. Потому что это обычно понятно, что это камушек. Здесь ракушка. И вот все, все, все вместе взяты. Шикарно. Все. Штанамкер, дык, крик. Эть, эть. Я просто боюсь, знаешь, чтобы меня оторвать. Ай. Мероприятие. Да, но мы проверим, вдруг оно упадет. Ребят, вам тут ходить не надо. Как бы там есть нормальные проходы. Мы просто экспериментируем. Идем на Мокко пляж. Да, вот в правую сторону. Где-то здесь должно как раз уже быть. Поэтому, я думаю, будет интересно так вот пройтись. Ай. Только бы не упасть. То будет прям очень печально. И все. Мы уже на другом берегу. О, смотрите. Здесь уже идет подготовка к лету. Называется Саннибар. Горит свет. Сверху делают кровлю. И подшивку к ней. То есть работа кипит. И мы, наверное, первые туристы, которые забрели на этот пляж. Какая красота. О, песен. Но этот толстый. Ему все тут хорошо и все нравится. То есть тут, походу, уже есть какая-то тусовка. Как классно. Мне, честно, очень нравится. Я прям удивлен тем, что здесь такие вот движухи есть. Неожиданно для меня. Эти беседочки с лампочкой. Я так понимаю, что здесь оно все будет. И интересно, по-моему, как это выглядит непосредственно в сезон. Приехать бы еще раз посмотреть. Вот такая вот тоже прибрежная линия. С лавочками, столиками. Домик, навес. То есть, есть что поесть. И я так понимаю, что мы уже практически доходим к движению. Ну, шикарная береговая линия. Говорят, что здесь не так уж и много людей. И прям все очень круто смотрится. Вот он, сотовая вышка. Кому интернета не хватает на пляже, тут, кажется, у них с этим проблем нет. Сейчас Ярослав у нас пойдет замерять температуру моря. 12 градусов сегодня температура воздуха. И мы, наверное, пришли все-таки уже на Моко пляж. Там вот снег, горы. Блин, сочетание, конечно, видов просто восхитительное. Так, такая вот просто уверенная походка. Ярослав пошел бороться с морем. Сейчас все будем грустить и завидовать Ярославу. Все, Ярика мы там оставили. Так, температура морюшка плюс 10 градусов. Ярик говорит, что прям очень теплое, ему очень понравилось. На самом деле, какая-то она прям другая вода. Вот так вот. Не знаю, подрящая. Не чувствую, что прям, знаешь, что замерзает, что она холодная. А просто такая. Давай, Ярик, покажи, как качаться надо. Вот так вот. Вот это вот тот самый Моко пляж. Тут, посмотрите, навесы с бамбуковыми палками, с пальмами сверху. То есть, вот так он выглядит сейчас. Но я думаю, что летом здесь будет просто восхитительное время. Потому что этот пляж прям все расхваливают. Говорят, что лучший на Черноморском побережье. Если вы здесь отдыхали, пишите обязательно. Будет интересно узнать от вас ваше мнение. Смотрите, ребята, вот так вот выглядит бар, который здесь был тоже. Скамеечки. Вот эти качельки с досточек таких стеревесных. Это юка цветет. Ну, видишь, она тут какая-то прям большая. То есть, розовый такой. Круто. Просто там мангарчик тут у них был. И даже здесь есть пелокаменная набережная. Это вот прям очень радует. Душики, я так понимаю, что здесь абсолютно бесплатные были. Симпатично так сделано. Из камешка. Переодевашки. Волейбольная площадка. Тут дальше еще одно кафе. Вот такой тоже настил на вес. Здесь тоже что-то типа бара, скорее всего, здесь находилось. Ну, и пляжи, пляжи, пляжи. Летом, думаю, что будет очень интересно. Ой, какой огромный просто эркалипт, ребята. Фантастика. Смотрите, еда, мангал, туалет. Здесь также есть вот эти вот все моменты, которые нужны, камеры хранения. То есть, интересный пляж, но все, мы его покидаем. Хочется глянуть еще чуть-чуть на Дендрарий, как он выглядит. Первые розы 2022 года. Ааа, я обожаю ароматрозы. Это просто кайф. Все, еще, еще. Прямо. Вы приходите такие на пляж, а тут розы растут. Очень красивое место. Я хотел тоже много раз, когда проезжал здесь, остановиться и посмотреть, что там интересного. Вот мы сейчас с вами имеем возможность как раз-таки подойти на это. Да, слушайте, оно прям пахнет. Вот цветочки, я представляю, но это кашка белая раскроется. Первые цветы уже дают пьянящий цветочный аромат. Ну и, собственно, вот она. Та зона, которая меня привлекала постоянно. Ее просто побелили, покрасили, чуть подшпаклевали. Это, понимаете, какой-то магазинчик здесь сделали. Это творение советских мастеров. Выглядит это очень красиво. Просто такая вот часть. С той стороны, она заброшена, ее не реконструировали еще. Очень бы хотелось, чтобы реконструкции произвели. Полностью двух элементов, которые сочетаются, они очень классные. Здесь, ну, соответственно, еще и один выход на пляж, который мы видели. Смотрится тоже очень круто. Пожалуйста, по GD прошли. То есть не надо, как мы. И, да, ну, тут тоже затоплено, к сожалению. Вообще можно было подземным переходом перейти на ту сторону. То есть надо ливневые системы очищать, чтобы вода уходила. Потому что мы видим, что она пытается уходить. Это вот та речка, которая то течет, то не течет. Вот это место выглядит вау-вау-вау-вау. Если почистили бы систему водоотведения, было очень хорошо. Потому что она, в принципе, вот функционирует. Видите, там где-то забито и не проходит вода. То есть не стекает полностью. Просто чистка нужна. Все реализовано, сделано. Ну, может быть, какая-то реконструкция. Вот так вот выглядит старое вот здание. То есть хотелось бы, чтобы его тоже подмарафетили. И чтобы они стояли еще очень долго, радовали главу. Мы говорили про запущенные там Абхазии. Вот вам, пожалуйста, ведутся работы по расчистке, озеленению. Прям очень круто. То есть это уже все видно, все красиво. Пожалуйста. Только слово сказали. А вот, кстати, вот вход в этот парк. Тут выглядит макнолия. Тут она уже цветает. У нас в Анапе только зацветает. Здесь она уже с листиками. Здесь раньше, явно раньше приходит весна. Так, друзья, а мы идем в парк. Прогуляться. Посмотреть, что тут. Вот видите, открыто. Там все говорят, что заходить можно. Что-то похоже на розовое дерево. Идем вот по дорожке. Жалко здесь, конечно, еще подписи ко всем деревьям. Потому что я в них... А! Я столько разбираюсь. Влоб интересно, конечно, вам рассказывать, что вот это такое деревье. Это такое. Пальнички. Птички поют. Вау. Вот это мощь. В той стороне это тоже. Верос. Граб ясенькая. Они там все. Тут можно кататься. Ну, мне жалко сейчас, когда на деревьях катаются. Территория просто фантастика. О, вон там девочки гуляют по паспу. То есть нам действительно правду сказали, что можно гулять, смотреть. Прикиньте, вот если вы снимаете жилье, вечером пошлют в парк потусить. Еще одну магнольную нашел. Здесь все точки. Там такие крупные. Просто я такие даже не видел. У нас сразу везде начинает чернеть. А здесь, смотрите, как цветок стоит красиво. Мы проживали, получается, вот за вот этими пальмами. Вот наш дом стоит. В общем, вот здесь. Тут через речку входят в парк и везде пальмы, 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 пальмы. Тут есть скамеечки, есть проходы. И вот такие вот зоны меня прям вообще восхищают. Тут есть какая-то как скульптура, да, и рядом такое дерево просто. Фантастика. В голове не укладывается, насколько здесь красиво некоторые места. Как здесь розами пахнут. Бамбуковая роща, кто-то прикинет, жил в Бамбуковой рощи. Какие бамбуки, да. Единственное, странно, что, значит, когда вот приезжаешь, там много молодой поросли, а здесь как бы либо ее выдирает молодую поросли, потому что вот всего лишь один я вижу. А больших бамбуков очень много. И вот вам, пожалуйста, для людей также выход в парк. Тут за территорию Заграды, в советское время, да, то есть понятно, там кто-то отдыхает, а вот здесь уже выход, то есть именно в парковую зону и спокойненько вышли-прощли. Живописнейшие места просто вызывают бешеное восхищение у меня все это, то, что мы с вами видим. Вот эта река. Ну, кстати, интересно, забор для реки. И причем, знаете, поднимается, я так понимаю, ну, чтобы люди там не проходили, то есть интересная система. Ну, вот, получается, сюда вот по этому проходу и мы выйдем уже к своей машине.